Доброе утро! Существование нашего государства, которому более тысячи лет, 7 великих бед предопределили наши победы, нашу независимость и нашу правду. Должен сказать, что прежде всего Россию формировало молодое поколение храбрых и достойных воинов, которые верили в свою страну и в свою судьбу. Александру Невскому было всего 22 года, когда он научил Ливонов уважать нашу правду. Не было и 30 лет Дмитрия Донскому, который справился на поле Куликова с иноземцами и сумел сформировать впервые сильные централизованные государства. Эту традицию продолжили великие полководцы Суворов и Кутузов, Брусилов и Жуков. Их легендарные воинские операции сегодня изучаются практически во всех академиях мира. Но есть и другая страница в нашей истории. Сегодня ее уместно будет особо вспомнить. Ровно 100 лет назад на Путиловском заводе 18 февраля началась мощная забастовка. Рабочие требовали к ним уважительного человеческого отношения. Тем не менее, хозяева решили с ними расправиться, не выполнив ни одной просьбы. Затем бунтовали женщины. Через несколько дней поднялся весь рабочий Петроград. И когда армии приказали расстрелять рабочих, она отказалась. Полицейские усердствовали, но это вызвало только мощную ответную реакцию. Государь решил спастись за штыками армии и обратился к высшим командирам. Они фактически отказали ему в доверии, заявил, отрекайтесь, не справляйтесь. За 8 дней одрехлевшая романовская династия рухнула, родилась великая советская держава. Родилась мирно на съезде. Родилась не только сама, но и сформировала первые рабочекрестьянскую Красную армию, которая оказалась сильнее Антанты, всех полчесть и всех на шесть. Ибо в основе этой армии лежало народное единство, труд, справедливость и дружба народов. Эта армия сформировалась с нуля. За два года составляла примерно 5 миллионов человек. Расколотила 14 армий Антанты. Сумела освободить свою державу и построить такую армию, которая одолела самое большое зло на земле – фашизм. Но ни одна армия не может сражаться успешно, если она из предшествующей не делает должный вывод. А главный вывод состоял в том, что большевики поняли, что без современной техники, великолепной науки, современного образования невозможно решить ни одной проблемы, тем более обеспечить свою безопасность. И они вкладывали огромные средства в развитие промышленности, современных технологий. И трагический 41-й год встретили лучшими заводами, лучшим станочным парком, самыми подготовленными командирами, офицерами и абсолютно образованным, грамотным населением, патриотично настроенных, способных сражаться за свое Отечество и защищать ее храбро, мужественно и достойно. В храбрости и достоинства Красного и Советского солдата отмечали даже фашистские офицеры и генералы. Когда допрашивали их, почему не проиграли войну, некоторые ответили, мы скорее проиграли войну не Красной армии, а Советскому учителю. Он за 10 лет сумел подготовить очень грамотного, профессионального, сильного командира и солдата. Сегодня мы находимся в состоянии очередной войны. В 91-м году, когда власть решила, что не государство и народ превыше всего, а собственность, воробство, коррупция и наглость превыше, то тут все и посыпалось. Посыпалась в том числе и довольно сильная армия, которая без идеи, без умного верховного главнокомандующего не в состоянии нормально функционировать и защищать свое Отечество. По сути дела, состояли за эти годы два погрома армии – Ельцинский и Сердюковский. Это самая позорная страница за тысячи лет нашей истории, когда власть, по сути дела, предала и свой народ, и свою страну, и референдум, когда власть разрушала то, что обеспечивало нашу безопасность. Немоверными усилиями патриотов России, всех честных офицеров, талантливых руководителей предприятий, ученых удалось нам сохранить основные технологические цепочки. Я горжусь тем, что наша партия в этом не только участвовала, была инициатором всех мер по защите армии и военно-промышленного комплекса. После дефолта, когда все развалилось и обесценилось, пришел к власти Примаков, Маслякова и Герасченко. Мы вместе с Примаковым и Масляковым подготовили программу восстановления безопасности страны. И прежде всего уделили внимание ракетно-космическим войскам. Мы собрали тогда впервые развалившееся производство Тополя-М, которое сегодня стоит на боевом дежурстве, обеспечивает нашу безопасность. 650 предприятий вошло в кооперацию, но меня тогда поразило, что мы вынуждены были с пенсией приглашать людей в 75-80 лет, для того, чтобы они научили молодых, как выполнять те или иные сложнейшие функции по производству самых современных ракет. 10 лет на стопелях Горьковского завода не было собрано ни одного самолета МиГ-31, который был лучшим истребителем мира и прикрывал наше все северное пространство. Спустя 10 лет удалось снова вернуть эту машину на стопеля и поручить ученым разрабатывать МиГ-41, который будет отвечать всем потребностям безопасности современного века. Ту-160, которым гордимся, тяжелая бомбардировочная авиация у нас была и остается лучшей в мире, но Казанский завод собирал по 50 машин таких в год вместе с Ил-62. За последние годы идет в основном ремонт. Но, слава Богу, сохранили эту машину, и она несет боевое дежурство и является нашей гордостью. Если в целом посмотреть на военно-промышленный комплекс, в последнее время туда влиты большие средства. Но надо помнить, если вы начали производство машин для своей безопасности, вы не можете останавливаться на полдороге. Тот бюджет, который принят на ближайшие три года, резко сокращает осигнование во весь военно-промышленный комплекс и производство современных орудий безопасности. На мой взгляд, это не только ошибка. Это снова может привести к тем трагическим событиям, которые мы наблюдали последние годы. У нас сегодня фактически нет союзников, кроме ближайших друзей. Но даже с Белоруссией и то скандалят, то за счет продовольствия, то за счет нескольких миллионов тонн нефти, добывая почти 550 миллионов тонн нефти, не понимают, что Белоруссия для нас это сборочный цех, где делаются лучшие машины, лучшие трактора, современные комбайны и великолепные техники, где расположена одна из лучших наших военных баз, где делают тележки под тополя и многое другое. Мы обязаны понимать, что, коперируясь с блестящим машиностроительным комплексом Белоруссии, мы все становимся безопаснее, крепче и умнее. Главным приоритетом нынешнего правительства должен быть приоритет восстановления всех поровных связей, прежде всего, с Белоруссией, Украиной и нашими соседями. Этот приоритет должен подтверждаться честной и умной дипломатией и очень энергичными политическими действиями. К сожалению, последние годы не наблюдается на этом направлении должных усилий. Мы готовы максимально помогать и Верховному Главнокомандующему, и Министерству обороны. Шойгу сегодня будет докладывать и отчитываться. Мы понимаем важность армии и важность безопасности. Тем более упущение последних 25 лет привели уже к тому, что мы покинули западные рубежи. Я служил в группе советских войск Германии, у нас было почти 500 тысяч. Отборная армия, с нами немцы здоровались через дорогу, это была армия победительницы. А сегодня бандесвер уже окопался в Прибалске. Нацисты-бандеровцы под руководством ЦРУшников захватили власть в Киеве и бомбят на страдальный Донбасс. Сегодня террористы контролируют целые регионы. Сегодня в мире снова все сдвинулось и неспокойно. И надо помнить, у нашей страны есть два самых надежных союзника. Это армия и флот. Те, кто это помнят, те понимают, что мы обеспечим безопасность, если будем сильны, образованы и грамотны. На проверку новой «Единой России», которая пришла в Думу, мы внесли три закона. Первое – наш бюджет, который можно было сформировать в 25 триллионов. Категорически отказались. Наш закон образования для всех, который готовил бы настоящих граждан и патриотов. Отказались. Наш закон «Дети войны». Они влачат жалкое существование, имея пенсию 10, 12, 13 тысяч отказались. Поэтому их разговоры о патриотизме носят лицемерный характер. Если собираетесь быть достойными наших великих побед этого праздника, проводите качественно новую политику. Сегодня во внешней политике чувствуется почерк патриотизма. Внутреннее ползет по грязной ельцинской, гайдаровской колее, когда разворовывают и растаскивают деньги. Я хочу обратиться к президенту и напомнить ему один непременный закон истории. Если стране трудно, если вас обложили санкциями, если против вас наращивают вооруженные силы противники, вы можете и обязаны предпринять все меры. Но если вы заставляете подтягивать для этого пояса тех, кто трудится, граждан, вы должны обязательно унять свое окружение, которое жрет в три горла, выгоняет деньги за кордон и не считается с проблемами и трудностями, которое не собирается платить по нормальной шкале налогий и не вкладывает в национальную безопасность то, что положено. Мы обязаны сегодня помнить уроки истории и в это неспокойное время гордясь своей армией, сделать все, чтобы она была самой надежной защитницей нашей державы и нашего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова